Я думал, что с коронавирусом и вот с этой всей шумихой вокруг печально известной славянской протестантской церкви Ифании из Сакрамента пошумеет, пошумеет и сойдет на нет. А нет оказывается. Тут появляются такие подробности и такая информация интересная, что оказывается, что... И я забегая наперед скажу вам также, что мы готовим очередное расследование по детям, вот этих пасторов, которые там в этой церкви находятся, да, их дети, предприниматели, бизнесмены, занимаются многомиллионным бизнесом, вероятно, всего часть из которого пришла к ним по наследству от своих отцов, которые при церкви там крутились, кручу-верчу, занимались вот этими разными бизнес-схемами. Сбывает очень много информации и деталей, но то, что я вчера увидел, я думаю, это бездна просто. Это просто какой-то разрыв мозга, ну, такого даже, вот видишь, наверное, по телеканалу какому-то европейскому Deutsche Welle, когда и Папа Римский, Иоанн Павел Второй, либо Третий, либо Десятый въезжают куда-то в Рим, вот, и его встречают как бы тысячи и сотни монашек и монахов, различные ордены. Но то, что я вчера на ютубе увидел, это, ну, не умещается в мой мозг. Епископ, как известно, Адам Бондарук был выписан из больницы. Человек, который, организацию религиозную, которого каунти в Сакраменто, то есть департамент Сакраменто, объявил противящиеся правительственными указами, то есть то, что они делали, как утверждает газета Сакраменто-Би, они якобы говорили, а Сакраменто-Би цитирует в свою очередь слова главы департамента здравоохранения округа Сакраменто, где он сказал, что они сказали, оставьте нас в покое, то есть когда местная власть пыталась расследовать, ну, соответственно, отовсюду отборщаются люди и говорят, что вот я чувствую температуру, я, наверное, подозреваю, что я заболел вот этим заболеванием COVID. Люди пальчиками идут в больницы, и врачи, естественно, спрашивают, откуда вы, где вы общались, и выясняется, что эпицентр вот этого, или один из эпицентров вот этого, скажем так, распространения коронавируса, не только на этом побережье, в США практически, это вот оказалось от церкви Фани. Но вы наслышанно уже много мы говорили об этом, сейчас хочу не об этом. Вот мне что-то поразило, что как Папа Римский, как даже более того, как Иисус Христос, входя в Иерусалим, верное воскресенье, и люди слали одежды, дали ему ослика, и вот они кричали «Оссана царю», только не хватает, ну, вот того, что через... Во-первых, не хватает того, чтобы Иисус Христос вошел в храм и разбил все эти клетки, где там находились животные и птицы, которых продавали для жертв, и стол именно щеков прокинул, но в этой истории с мандруком вы не увидите этого, потому что на самом деле нужен другой Христос, чтобы зашел в его организацию и пораскидывал все эти столы именно щеков, и поразбрасывал всех этих людей, которые годами, десятилетиями, уже 30 лет создали там целую структуру и покрывают друг друга. Адам Семенович, тоже рады бачить вас. Папа, эй, love you. Мы любим вас, папа. Thank you, thank you. Домой, домой едешь. 20 с чем-то дней, пока Адам Семенович Бандрук был на аппарате ИВЛ в реанимации, мы молились, чтобы он воскрес, потому что мы не хотели. Я с самого начала сказал, мы не хотим, чтобы этот человек ушел тихо, мирно, ускользнул. Мы молились, чтобы он вернулся в этот мир. И прежде чем предстоять пред небесным престолом, небесным судьей, мы хотим, чтобы он отвечал перед людьми, перед этим американским обществом, которое находится здесь, вот в Калифорнии. Значит, и мы подготовили, соответственно, ему сюрприз. Мы сделали, опубликовали петицию на сайте change.org и петиция с просьбой расследовать деятельность миссионерской церкви, славянской миссионерской церкви Вифани, ну, начиная хотя бы вот с этого мероприятия, с этих последних происшествий, с COVID-19, где, вот как утверждает, опять же, департамент здравоохранения штата Калифорния, как бы 71 человек, либо ассоциированных членов, либо членов, как бы вот попали в больницу и так далее. Там несколько человек умерло у меня лично. Вот мне звонят пасторы из этой церкви, и они жалуются, что вот у меня вот мать умерла, а у меня попал брат, а у меня там те, ну, куча людей, мы наслышаны, мы не можем это отрицать, как бы это глупо было бы, да, когда и сам старший пастор, и его жена, и его сын, они попадают в больницу, заболевают этим опасным заболеванием, и люди все равно продолжают, продолжают упрекать нас, СМИ, журналистов, власти в том, что мы фальсифицируем что-то. Ну, хорошо. В любом случае, теперь мы обращаемся в Конгресс США к следующим конгрессменам. Это представитель Нижней Палаты Конгресса США Дорис Мацуя, из, насколько я помню, она из, кажется, пятого округа здесь Сакраменто, в регионе Сакраменто, это Вест Сакраменто, часть Йола Каунти, часть Сакраменто Каунти попадает, и там Антилопа, Цитрус Хайтс, и много людей наших или членов той же Ифании живет вот в этом округе. Значит, Дорис Мацуя, Камала Харрис, сенатор, прокурор штата Калифорнии, Ами Бера, это тоже представитель в Конгрессе, и сенатор Диана Уайнстайн из Сан-Франциско. То есть мы обращаемся к этим официальным лицам, которые заседают в Сенате США и в Конгрессе США, и которые имеют право, по щелчку которых имеет право ФБР и другие органы, производить какие-то расследования, либо национальные, либо межнациональные и так далее. То есть мы создали эту петицию, и мы просим вас подписать. То есть почитайте в этой петиции, мы просим расследовать деятельность руководства верхушки церкви Ифании, которая, как я уже много раз говорил, и существует масса официальных документов, дети которых либо партнеры, либо члены, либо костяки каких-то там организаций в этой церкви, они завязаны на криминальных делах. Вот, я не буду сейчас перечислять, масса информации есть. В этой статье, которую я прикреплю по ссылке, вы увидите все эти наши расследования. Часть из них переведена на английский язык, и мы эти статьи, эти материалы также отсылаем в государственные органы, которые вот тем же конгрессменам. И когда мы соберем достаточное количество петиции, мы должны понимать, что в Америке это не в Советский Союз, это не социалистические страны, где государство сказало, и все надеются, вот ФБР придет расследовать. Вот, меня обидели, обидели где-то в бизнесе, и кто-то меня защитит. Никто вас не защитит. Здесь государство вы сами. Мы сами. Вот те люди, которые считают, что в этих схемах, вот той же вот схема Фейцера, строительного магната, который там, как люди утверждают, вовлек их в эту вот... И многих пасторов из церкви Фа, они сейчас выплывают детали, да, вовлек в эту пирамиду. Вы должны понимать, что вы и есть государство. Вы граждане этой страны, вы платите налоги. На ваши деньги существуют суды и те же федеральные органы. И почему вы не имеете права прийти и потребовать от этих людей, да, которые, кстати говоря, руководство той же церкви Фания время от времени, в основном, конечно, республиканцев, привлекает на сцену перед выборами, вот перед молящимися людьми. И они представляются, эти политики, как бы верующими людьми. И люди голосуют за них. Вы же даете голос этим людям. Вот теперь у вас есть другой голос. Призыв расследовать деятельность. Вот эти вот подозрительные схемы, которые бизнес и церковь сплетены настолько там все сложно, что только, наверное, целый отдел, я не знаю, ФБР может и то потребуется годы расследовать все это. Но в любом случае, и мы, я призываю всех, что вы и есть государство, вы и есть граждане этой страны, малоценные. И только тогда, когда вот вы организуетесь в какую-то группу людей, наймете адвокатов, как нанимают эти же люди, которых тоже многочисленные американцы судят в их бизнес-делах, только тогда вы выиграете. Только тогда, когда вы будете обращаться в прессу, когда вы будете заявлять. До тех пор, пока вы будете молчать, эти люди будут использовать вас, вот ездить вам по ушам и собирать ваши деньги. Поэтому, мой призыв сегодня, я бросаю ссылочку на вот эту петицию, помогите нам собрать достаточное количество голосов, и я лично отнесу эти подписи, либо отправлю эти подписи вот этим представителям в Конгресс. Пусть, коль вышло все вот на такой уровень уже, да, когда руководство СРКИФАНИ, скажем, прям быкует, оно сопротивляется местным властям, и оно как бы попытка вот такая наезды, как я сказал. То есть, не мы, не мы, телега не моя, но потом они тайно идут на поклон к властям, чтобы сохранить репутацию перед вами же. И что они там говорят, мы мало об этом знаем. Но в любом случае, наш призыв такой, подписывайте эту петицию, ничего не стоит, буквально 30 секунд, 15 секунд, и пусть это дальше раскручивается. Это будет наш небольшой подарок Адаму Семеновичу Бондруку, который вышел из больницы. Я надеюсь, у него было время подумать немножко о своей жизни, о своих делах, о том, как он преследовал наше же издание, преследует, продолжает преследовать за то, что мы публикуем эти вещи. Ну, что ж, посмотрим. Спасибо большое. И до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ